приветствуем вас друзья на канале даниила и ларисы некоторое время назад мы готовили испанскую колбаску чироза это сыровяленая колбаса ссылочку на рецепт я размещу в описании сама по себе колбаса чироза она не является это не столовая колбаса по большому счету она настолько пряная что в большинстве стоем ее используют для приготовления каких-то блюд как ингредиент больше то есть просто взять нарезать чироза положить на бутерброд ну можно но я думаю что можно офигеть то есть колбаса реально очень сильно пряная но есть еще один вариант чироза это мексиканский чироза или латиноамериканский чироза собственно говоря вид колбасы которую испанцы во время колонизации привезли в новый свет и это колбаса там прижилась немножко измененном виде это в нашем понимании больше как колбаски для гриля колбаски для пикника или колбаски для жарки на самом деле называется fresh чироза или свежая чироза как ну и собственно говоря рецептом этой колбасы мы с вами сегодня поделимся для приготовления нам понадобится свиная чрева и специи предоставленные нам интернет-магазином аромат дерева в интернет-магазине аромат дерева вы можете приобрести практически все ингредиенты для приготовления колбас не только специи оболочки для колбас а также оборудование колбасные шприцы щипу для копчения и многое другое ссылку на интернет-магазин а также промо-код на получение скидки от нашего канала вы найдете в описании видео несколько слов о ингредиентах но хочу напомнить что в описании видео будет расписаны все ингредиенты из расчета на килограмм сырья а также пошаговый рецепт приготовления колбасы для приготовления мы будем иску использовать свиную грудинку и свиную лопатку зачищенную от жила к соотношении 50 на 50 также на один килограмм колбасы нам понадобится 150 миллилитров сухого вина сколько здесь 50 70 70 миллилитров растительного масла 17 грамм соли вот такой вот листовой острый перец если нет у этого листового перца то можно заменить обычным перцем чили не острая паприка и молотый базилик колбаска которую мы готовим очень хорошо подойдет для колбасной тарелки если вам приходят в гости или же но вот как по мне эти колбасы идеально вообще вот есть скажем так ряд колбас которые на мой взгляд идеальны для пикника эту колбасу можно будет приготовить на шампура на мангале на решетке на сковородке для пикника и можно в принципе просто в домашних условиях приготовить на обычной сковороде или запечь в духовке первую очередь нам надо измельчить мясо ну я его сейчас порежу для того чтобы она у нас мясорубку поместилась свиную грудинку измельчаем на мясорубке с решеткой самого крупного диаметра которая у вас есть я использую решетку с диаметром отверстия 20 миллиметров если у вас обычная стандартная мясорубка то это может быть подрезная решетка с овальными отверстиями свиную лопатку измельчим на решетке с более мелкими отверстиями в данном случае решетка с диаметром отверстия 8 миллиметров да и если у вас нету большой подрезной решетки грудинку можно просто порезать на кубики естественно подморозить предварительно для того чтобы она ровнее и аккуратнее резалась и порезать на кубики размером где-то 5-6 миллиметров далее все это хорошо надо вымешать и вот слово хорошо здесь ключевое чем лучше вы вымешаете фарш со специями и с остальными ингредиентами тем более плотная и однородная красивая у вас получится чироза отправляем сюда все ингредиенты я буду вымешивать на планетарном миксере можно использовать обычный ручной миксер но в крайнем случае можно конечно же и руками естественно специи идут сюда же вымешивать надо как я уже сказал очень тщательно я вот на этом вид миксере буду вымешивать это в течение 3-4 минут получили друзья вот такой вот совершенно сейчас постараюсь показать совершенно однородный фарш колбасный очень красивого красноватого цвета теперь его надо набить в оболочку в данном случае как я уже говорил используя натуральную свиную череву можно набить этот фарш с помощью мясорубки мы будем набивать с помощью колбасного шприца поэтому сразу сейчас переместим фарш колбасный шприц и продолжим свиную череву следует перед набивкой промыть проточной водой и после этого замочить где-то на 30 минут набиваем колбаски не очень плотно так как мы будем перекручивать их и формировать из них нужного нам размера фреш чироза нужный размер это где-то 12 13 сантиметров они не длинные делаются далее обычным узелком завязываем один конец колбасной оболочки и формируем колбаски чироза нужной длины вот таким вот образом просто перекручиваем колбаски в разные стороны точно также сформируем все остальные после того как все колбаски готовы проверяем их на наличие воздуха если где-то в процессе набивки в колбаски попал воздух то протыкаем череву иголочкой для того чтобы этот воздух выпустить собственно говоря это ни на что не влияет кроме косметического вида готовой продукции то есть по большому счету этот воздух ну никак не навредит далее перемещаем фреш чироза в любую посудину можно в кастрюльку можно в гастро емкость и бланшируем то есть заливаем кипятком и оставляем на 15 минут после этого чироза готова к приготовлению мы ее просушим охладим и после этого можно ее приготовить на бангале на сковороде в духовке но в общем разными разными методами друзья у нас колбаска бланшируется после этого мы ее обсушиваем и выходим на пикничок готовим на пикничке и дегустируем и вот наступил день пикника смотрите наши колбаски можно 3-4 дня хранить в холодильнике совершенно спокойно также их можно заморозить то есть если вы хотите допустим наделали много один пикник у вас запланировал сегодня а следующий пикник через неделю можете спокойно их заморозить а после разморозить готовить мы сегодня будем на чудесные сковородочки от компании shoppan ссылочку на сайт производителя этих сковородок мангалов и прочего оборудования для пикников оставлю в описании видео помещаем колбаски на хорошо разогретую сковороду и обжариваем время от времени переворачивая ай какая красота шкварчит так как минут 15 так чтобы они хорошо раз зарумянились со всех сторон а также можно их взять на решетку для барбекю надо отсаживаться сейчас весь масле буду а можно просто запечь духовке тоже кстати получится очень вкусно а раз у нас полноценный пикник то вместе с колбасками зажарим себе еще ништяков картошечку перчика лучка что полноценный пикник получился а пока все это аппетитно шкварчит чтобы просто так на шару не вдыхать дым можно и 100 грамм пропустить это же пикник ваше здоровье дорогие друзья овощи приготовились а червоза еще аппетитно шкварчит но вот уже подходит подходит так сказать своей готовности друзья можно снимать колбаски к нашим овощам красота какая невероятная сочненькие жирненькие ну что друзья будем дегустировать запахом дымка под заслуженные 100 грамм друзья это настолько сочно настолько классно боялся что горячая я вам передать не могу вашу здоровья сок с колбасок просто капает они вот настолько сочные они просто брыжут соком мне эти колбаски очень нравятся они реально очень вкусные они ну как бы станут достойным украшением вашего пикника достойным украшением обычного стола это потрясающе остановиться невозможно и конечно отличной закуской под водочку попробуйте приготовить такие колбаски а лучше если вы собираетесь на пикник или собираетесь домой вот если у вас есть мангал пригласить гостей сделайте несколько видов колбасок последнее время на нашем канале мы опубликовали по моему уже пять видов разных колбас вот как раз под весну под пикники которые можно приготовить на природе либо можно приготовить там запечь духовки и просто выйти на с этими колбасками на природу и под хорошие 100 грамм так сказать насладиться весенним солнышком друзья с удовольствием представляем вам рецепт мексиканского свежего чироза попробуйте вам реально очень понравится ну и конечно не забудьте подписаться на канал поставить палец вверх а мы с ларисой снимаем для вас новое интересное видео а этот колбаски вожделею они стынут поэтому тороплюсь тороплюсь ну и конечно 100 грамм греется всего доброго пока